На игру с Кировским джинамо у нашей команды настрой был шатким. Во-первых, гости – лидеры турнирной таблицы. Пять побед и одна нищая. У белоголубых же одна победа, три нищие и два поражения. Фаворит Понянчин. Во-вторых, уход из клуба двух лидеров – Завьялова и Хугаева. Психологически повлиял на атмосферу в команде. Однако домашние трибуны гнали местных футболистов вперед. Но гости свое взяли. Забили голы на 25-й и 30-й минутах матча. Во втором тайме психология чисто сработала, хотя предупреждали. Здесь, понятно, Динамо Барнаул, первые игры дома, эмоции полезли. И заслужено где-то 5-7 минут удовольствие переладить ситуацию. На нашу поле игру перевели и, ну, последствия, чаще бывает, что забили. Начало второго тайма прошло с преимуществом Динамо Барнаул. На 55-й минуте Егор Никифоренко сократил разницу в счете 1-2. Затем игра выровнялась, и гости смогли довести игру до окончательной победы. Волнение определенное присутствовало, как у меня, как у игроков, я думаю. Не волнуйся, не тот, наверное, кому все безразлично, нам было сегодня не безразлично. Вот, ну, игра была такая, много борьбы. Единобор сверху, внизу толчки, падения. Если бы мы играли в первом тайме так же, как и во втором, ну, я думаю, что результат был несколько другим. Следующий матч футболисты Динамо Барнаул проведут на выезде 2-го июня против дублеров Урала из Екатеринбурга. А дома динамовцы сыграют 8-го июня с Акроном-2 из Тольятти. Дмитрий Дроздов, День с толком.